В одном из городских кафе задержан житель Шимкента, у которого был обнаружен пистолет. Сотрудники заведения увидели, как один из посетителей, показывая другу оружие, о чем тут же сообщили в полицию. В ходе дежурства на веренной территории нашему 785-му экипажу дорожно-патрульной полиции с пульта 102 поступило сообщение о том, что в кафе Орликино, расположенного по улице Валиханово, находится вооруженный мужчина. На место вызова мы прибыли в течение двух минут. Далее у одного из посетителей кафе в ходе обыска мы обнаружили в правом кармане пистолет. В ходе более детального осмотра полицейские установили, что это был травматический пистолет. Один из задержанных вел себя вызывающе. Как признался мужчина, они в кафе выпивали. Оба задержанных были доставлены в Инбекшинский РУВД. Как позже установили полицейские, хозяин оружия, житель Шемкента, 1980 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 287 Уголовного кодекса Республики. Незаконное приобретение и хранение оружия. Сейчас следователи РУВД выясняют все подробности этого происшествия. Примерно в 17.30 от жителей микрорайона Атрар поступило сообщение о том, что по крыше одной из девятиэтажек микрорайона ходят неизвестные люди. На место вызова выехал дежурный экипаж дорожно-патрульной полиции. Но никого на крыше стражи порядка не обнаружили, о чем сообщили в Центр оперативного управления. Одновременно с этим на соседнем доме полицейские обнаружили промышленных альпинистов, устанавливавших рекламное полотно. Возможно, их горожане и приняли за злоумышленников. Утром примерно в 9 часов дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Байдебек-Би. Здесь столкнулись две легковые автомашины «Субару» и «Ауди». От сильного удара «Ауди» врезалось в металлическое ограждение, разделяющее встречные полосы движения. На место ДТП участники аварии вызвали выездную группу дорожно-патрульной полиции, которая сейчас выясняет линутника происшествия и чья страховая компания возместит материальный ущерб. А примерно в 11.30 на пульт 101 поступило сообщение о возгорании трансформаторной будки по улице Сазбукаева, бывшей улицы Тимирязева. На место происшествия прибыла одна единица пожарной техники и шесть человек личного состава, а также сотрудники энергосети. В происшествии никто не пострадал. Сейчас энергетики работают над возобновлением подачи электричества.